Уротелиальный рак мочевого пузыря Уротелиальный рак мочевого пузыря Уротелиальный рак мочевого пузыря В исследование включены образцы 18 пациентов Доминировали мужчины медиана возраста 61 год У всех больных был верифицированный уротелиальный рак При этом у 44% пациентов был мышечно-инвазивный вариант уротелиальной карциномы И у 33% пациентов имелись опухоли хайгрейд Сопутствующая ЦИС имелась в 16,7% случая Во время трансуротральной резекции мочевого пузыря Мы получали 3 образца тканей каждого пациента При этом строение ткани было морфологически подтверждено Всего в работу взято 56 образцов Брали образцы уротелиальной карциномы Неизмененные уротели на расстоянии меньше сантиметра от видимого края опухоли И неизмененные уротели на значительном расстоянии от видимого края опухоли Не менее 3 сантиметров После этого мы выполняли иммунофлюоресцентное окрашивание всех образцов Первичными моноклональными кроличьими антителами к бета-3-тубулину С последующей количественной оценкой процентов флюоресирующих клеток На проточном цитометре Экспрессия бета-3-тубулина была выявлена во всех образцах опухоли И нормального уротелия больных уротелиальным раком мочевого пузыря При этом медиана уровня экспрессии маркера в опухоли Была значимо выше, чем нормальным уротелия любой локализации Уровень экспрессии бета-3-тубулина в опухоли составил 33,5% А в нормальной слизистой 20,5% и 20% На расстоянии меньше сантиметра и больше 3 сантиметров от края опухоли соответственно Экспрессия бета-3-тубулина в неизмененном уротелии не зависела от расстояния до опухоли Интересно, что мышечная инвазия уротелиального рака Оказалась ассоциирована со значимым увеличением экспрессии бета-3-тубулина Медиана уровня экспрессии бета-3-тубулина составила 44,3% При мышечно-инвазивных уротелиальных карциномах И 26,5% при мышечно-неинвазивном уротелиальном раке мочевого пузыря При мышечно-инвазивных опухолях различий экспрессии бета-3-тубулина В опухоли и неизмененном уротелии выявлено не было 44,5% и 39% соответственно А вот при мышечно-неинвазивном уротелиальном раке экспрессия бета-3-тубулина в опухоли Оказалась статистически значимо выше, чем в неизмененном уротелии 26,5% против 18% соответственно В заключение я хочу сказать, что по нашим данным нормальные опухоли Во измененной уротелии пациентов с уротериальной карциномой мочевого пузыря Экспрессирует бета-3-тубулин Уровень экспрессии белка нарастает по мере появления гистологических признаков Малигнизации глубины инвазии опухоли Полученные результаты требуют проведения дальнейших исследований При подтверждении возможности оценки экспрессии бета-3-тубулина Для детекции молекулярной малигнизации уротелии И оценки прогноза течения заболевания Данный маркер потенциально может быть использован Для индивидуализации тактики лечения пациентов с уротериальной карциномой мочевого пузыря Я благодарю вас за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...